В наших выпусках мы часто рассказываем о проблемах сохранения историко-культурного наследия Верхнего Лужья. И на этот раз речь пойдет о продолжающейся реставрации старинного видового здания бывшего Карповского училища, расположенного в центре Твери. Работы по восстановлению здания проводит Минюст по Тверской области. Как проходит реставрация, что уже сделано и каким будет здание, смотрите в эксклюзивном материале Натальи Чекет. Бывшее здание Карповского училища построено в 1902 году. Раньше это улица Секретарская, сейчас Крылова. Здание возвели в честь городского главы Александра Карпова. В советское время здесь располагались различные училища. Однако с 2000-х годов здание не эксплуатируется. Из-за того, что здание долгое время не использовали, его облюбовали вандалы. Поэтому перед проведением работ на фасаде специалисты вручную убрали все граффити. Сейчас на объекте завершена вычинка и докомпоновка кирпичной кладки, а также обработка биоцидными составами. Около 30% кирпичей по фасаду здания потребовалось заменить. Завершены работы по камнеукреплению исторического кирпича и докомпоновочных составов. Архитектором проекта выбран старый стиль, оставляем пустошевку. Из завершающих работ у нас осталось подобрать правильную окраску фасада, чтобы это было все-таки и историческая какая-то составляющая. В 2013 году была утрачена ограда. Ее воссоздали по историческим чертежам с использованием реставрационного кирпича. Кроме того, время не пощадило и рельефную надпись в нише «Картуш», отражавшую присвоение учебному заведению имени Карпова. Мы нашли архивные фотографии, они 1912 года. По ним мы сделали 3D-съемку, восстановили текстуру, воссоздали по историческим фотографиям. Здание построено в стиле рациональный модерн. Внутри училища были сделаны широкие коридоры и окна с причудливыми рамами криволинейных форм. Две лестницы из бетона. Сейчас рабочие приступили к проведению демонтажных работ. В частности, будут раскрыты печи и, по возможности, восстановлены изразцы. Принципиальных работ по внутреннему содержанию здания производиться не будет. То есть мы восстановим потолочные тяги, сохраним все несущие конструкции. Для того, чтобы приспособить объект для современного использования, мы снабдим пустующее пространство модулями и будем работать в современном на сегодня расположении, так называемом open space, то есть открытое пространство. Внутри бывшего училища планируется восстановить часть плитки, которая сделана под стиль метлах. Ее отличают насыщенные цвета, строгая геометрия и необычные узоры. В России есть заводы, которые тоже научились воссоздавать такую плитку. Соответственно, мы отправили им образцы. По этим образцам они воссоздадут этот участок. Также, наверное, воссоздадим латунные печные элементы. Это все-таки такая достаточно интересная история. После реставрации здесь будет располагаться управление Минюста России по Тверской области. Оно будет использоваться в качестве основного здания ведомства. В планах у нас есть проведение экскурсий по объекту. Вообще, мы даже будем настаивать на включении этого объекта в экскурсионные программы. Компонуем это с режимом нашей служебной деятельности. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы не только жители нашего города, но и области, и гости Твери посмотрели и насладились этим отреставрированным объектом. Также будет благоустроена прилегающая территория. Все работы планируется завершить летом 2024 года. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!